здравствуйте это михаил лобковский взрослым а взрослых темы сегодня интересно такое нас еще не было это зависимость от мнения окружающих тема интереснейший потому что многие люди так и живут зависимости от меня окружающих когда они одеваются утром например то они не просто так одевается они думает как я буду выглядеть в глазах окружающих есть смешные истории про женщин которые не могут выйти на улицу не накрашенными вообще даже вот за хлебом есть история про мужчин которые всегда даже спрашивает типа вот правильно я сделал неправильно вот так я иду как бы той дорогой не той то есть люди которые вообще очень подвешены на мнение других людей у женщин есть еще помимо окружающих еще есть дополнительный бонус женская самооценка она напрямую связано с мнением мужчин по поводу женщин то есть помимо вообще людей которые проходят вокруг из которого может быть никогда больше не встретитесь моему для них вы одеваетесь шучу есть чем мужчины мнение которых для вас важно потом важно не вообще мнение какое-то нравится им или не нравитесь вот такая вот интересная проблема ну во первых это проблема про тревожность во вторых это проблема про низкую самооценку про неуверенность про сложности с принятием собственных решений со сложностями высказывания и вообще наличие своего мнения и так далее я я даже обратил внимание что я когда но у меня тоже такое все же было вот если какая-то девчонка например я думаю она красивая но мне важно чтобы не другие сказали типа михаил для такая клёвая девчонка и тогда я начинаю считать что она реально красивая а если они не скажут а если скажет страшное я вообще даже не знаю что про нее думать так что не одни женщины этим страдают первый вопрос откуда нас растут ноги вот у нас пришло видно да саш вот александр пока внулации все правильно поняли вот видны города вы оставляете номера александр вам набирает и сейчас мы худо-бедно но как-то начнем общаться уже в эфире они я буду одним монологом разговаривать откуда растут ноги между прочим это и первый вопрос он примерно по-другому звучит но по смыслу понятно как не сформировать у ребенка зависимость от мнения окружающих то есть это напрямую связано это он на конце 42 здорово алён как вас зовут меня зовут ксения прямо не в бровь и в глаз вот прямо я еще рот открыла вы уже вопрос задаете подъем сформулируйте его вслух я задавала конкретно вопрос о том как не сформировать у ребенка зависимость как раз от мнения окружающих а как это выражается у нее и от чего мнения на зависит а она зависит от мнения своих друзей она зависит от мнения технице которой она очень любит ну и конечно же от моего хотя бы на это я пытаюсь влиять что должна делать то что она хочет ну как это зависит чтобы она не зависит от мнения своих друзей и школьной учительницы я не совсем пока понимаю давайте разбираться спасибо хороший вопрос и прямо с детства самые правильные было бы начать итак откуда растут эти ноги многие зависимости от от мнения окружающих первое это сами родители люди в себе не очень уверены а когда у вас самооценка не очень высокая вы автоматически переходите в разряд зависимых от мнения окружающих почему особо мнение нету более того есть люди которых вы считаете ну так сказать более открывается в психологии референтные группы то есть люди которые пользуются у вас авторитетом уважением которых вы считаете значимыми для принятия каких-то решений вот если ребенок рождается в семье грабите люди не уверены то они своим поведением формируют а ребенка ровно вот это вот состояние мам это правильно мам нормально мам я хорошо сделал мам далее это сам я помню как это яша я я замерз нет лет обедать вот это что-то из этого духа то есть это вторая причина первое это родители не уверены вторая причина это гипер опекаемые родители когда они берут ребенка на руки выносит его из подъезда на руках дальше дело происходит зимой они прямо с рук кладут на санки дальше вот так продолжаю не двигая ногами на санках доезжать до качели дальше они пересаживать на качели и дальше обратно в порядке и домой вот такие опекаемые дети они не имеют своего мнения потому что родители просто отбивают еще частые бабушки кстати не только родители отбивает вообще всяк всякую инициативу ребенка он вообще никогда сам решение не принимает он знает что то есть родители знает что он хочет есть чем он ходит в чем он должен ходить когда он должен спать вот все что родители говорят он исполнительно делает и растет человеком без своего мнения и очень зависит от пения окружающих следующая история родители агрессивные они подавляют ребенка они постоянно критикуют ребенка они недовольны ребенком и ребенок привыкает к тому что он какой-то недоделанный что-то с ним не так он неправильный вообще не знают как правильно вообще он не умный вот есть взрослые люди они конечно точно знают как правильно родить в принципе это его с детства и внушили и результате таких действий это еще одна причина почему человек растет таким вот зависимым теперь что с этим счастьем делать как не воспитать у ребенка зависимость от мнения окружающих первое он должен иметь относительно своего возраста определенную свободу он имеет право высказывать свое мнение по поводу самых простых вещей например что он хочет на завтрак а когда ему пять или шесть лет и вы идете с ним магазин покупать ему например одежду он может принимать участие в выборе в рамках вашего бюджета и того что вы хотите купить он может сказать про цвет про фасончик что-нибудь такое что выражало его мнение собственное когда вы его наказываете вы его не ставите в тупик что что-то произошло и он даже не понял чем он может быть не прав но его уже наказали он плачет и все что он знает про себя что не понимая за что он просто наказанной а наказывать так чтобы он лично снарос при этом чтобы он мог принимать решение чтобы имел собственное мнение это не сложно вы для этого должны ему сказать сынок если ты сейчас не берешь за собой игрушки то я прямо вижу по им кислым мордом что они обидятся на тебя и буквально завтра ты встаешь а игрушек нету но не всех конечно не убранных потому что они же сегодня напрягаются чтобы валяется всех под ногами ребенка есть ребенок конечно же он не понимает что ему говорят с первого раза и не надо его понимать он ложится спать утром он просыпается игрушек нету бегает игрушки а мама госпеште вчера еще объяснила что из-за того что к ним не так обращаешься грубо они обиделись я не буду дальше смотреть издалека как-то другими игрушками себя ведешь может они конечно вернуться но если они видят что ты и другие игрушки разбрасываешь они точно к тебе не придут зато уйдут те которых ты разбрасываешь дальше пожалуйста или уроки многие прямо мозг выносят с этими уроками приходится работа начинается конфликт и мы еще не сделали давай садись зачем у ребенка есть какие-то свои интересы в жизни мультфильмы гаджеты погулять поиграть все что вот при этом у должен быть спать поужинать помыться ему завтра школу идти поэтому родители вообще не трогаю уроков говорят ему слушай ну ты делай конечно когда хочешь но в семь часов мы идем ужинать а в девять часов мы идем спать а ты хотел не знаю это посмотреть мультфильмы спокойте в конце концов любимые но если уроки не сделано ты не сможешь смотреть потому что между ужином и сном ты не будешь то делать уроки и дальше родители вообще даже не знают стал он делать днем уроки не стала делать днем уроки просто когда наступает время чем уроки не сделано никаких гаджетов никаких мультфильмов мы смело идем перед сном доделывать уроки и вот тогда ребенок начинает сам думать когда ему лучше делать уроки что спокойно вечером поиграть и сам принимает решение когда ребенку говорят что ты сможешь у тебя получится ты справишься а он без бежит подождать какая вот смешная история ребенок теперь бежит бежит и падает дальше если вы спокойно стоите и плюете в потолок он может быть даже не заплачет потому что вы реагирует на маму а мама спокойно начнем думаешь и ему даже не больно но когда мама подбегает берет его хватает на руки целую где что что где где болит он начинает нервничать и он реально решаешь реальные проблемы и он начинает рыдать вот когда вы будете давать ему самостоятельность когда вы дадите ему возможность самому выбирать когда вы будете спрашивать что он хочет хотя бы на завтрак глазунью омлет или что-нибудь еще при этом все это будет сделано из яиц но внутри этого будет выбирать вот тогда он будет все менее менее зависит от меня окружающих но мое мнение что самое эффективное это личность родителей если родители сами люди независимые если родители сами принимают решение не переспрашивает всем не перезванивает ребенок растя в такой семье вырастает независимым а мы поехали дальше до следующего звонок если там отдавать звонков конечно здрасте здравствуйте михаил как вас зовут меня зовут гузель вы занялись одно большое ухо как раз я слышала очень с большим интересом то как нужно воспитывать и ребенку как раз таки у меня скорее всего абсолютно предуположенный был вид воспитание возможно в этом проблема ну так вот мой вопрос смотрите а у меня есть мужчина месяца в 30 лет у нас небольшая разница и вот недавно произошла такая ситуация когда мы сидели в кафе я услышала что там рядышком сидел сидела группа молодых ребят и они начали меня обсуждать называя там содержанка и использовали другие подобные выражения в общем в итоге все дошло от того что я очень расстроилась вышла в туалет поплакать вернулась домой тоже поплакала причем долго вот вопрос как научиться игнорировать мнение чужих людей которые в принципе мнение которых принципе и ничего не значит для меня то сегодня не должно знать но понимаете чем дело это неприятно было бы даже самому независимому человеку поэтому вот в этой ситуации как быть может нам подойти и сказать что мне не хочется тут нельзя выражение всякие употреблять у меня слышно да да я слышал да что я не хочу это слышать оси еще вдруг они на вас так наехали да нет они то есть они просто я услышал видимо они нас увидели увидели то есть что ну то есть пара сидит в возрасте не решили видимо пообсуждать свои пускай компании молодых ребят но в скале мальчики не заедайте в этом духе но видимо причина по которой вы заплакали не в том что они вас обсуждали а в том что для вас вы тоже больная тема или я не прав наверно вы правы да тоже отчасти сами об этом думаете ну наверно да вы понимаете что вы думаете как раз глядя на окружающих то есть вы не думаете как вам с мужчиной да вы думаете что другие об этом думают а другие прямо вот они пожалуйста из содержатка и и вы сразу же так будет попали на больное место начинаете реагировать поэтому если вы хотите быть независимой то вы должны вообще не думать о том как вы своей паре воспринимаетесь со стороны но вообще я хочу сказать это кто-то из мудрых людей свое время высказал такую мысль что мы тратим кучу времени и денег и косметики и все чего угодно чтобы доказать что то людям которых мы никогда в жизни больше не увидим а сейчас примеру жизни папа нашего видите на бытова кирилл на бытов в свое время делал потрясающие программы и обожал она называлась адамовое яблоко и в этом адамовое яблоки были сюжет а это вообще адамовое яблоко то все про мужчин программа была не запомнилась программа советую как мужчине постирать рубашку и погладить без утюга и без стиральной машины даже без тазика значит надо было взять рубашку положить его она походить по ней ногами а потом я стартой интенсивно она после этого будет и высохшей и фактически разглажена там был там много смешного было был такой эпизод описан значит на бытов старший рассказывает дело было в ленинградском загсе пришел в этот ленинградский загс человек лет восьмидесяти с невестой молодой лет двадцати и тот мы хотим расписаться а работники загса говорят мужчина вы чё шутите что ли мы вас не будем расписывать мы же все понимаем что она за прописку хочет выйти замуж на вас он замолчал просел на корточки выпрыгнул и сделав вот я сейчас детали то ли сайта воздухе сделала приземлился на обе ноги на стойку загс это примерно метр от земли а те же все посидели от такой картиной молча их расписали оказалось что этот спортсмен он действительно спортсмен работал еще в коллективе утесово и действительно был гимнастом вот так что уже занимается когда я что хочу сказать не надо просто обращать внимание на других людей у нас звоночек добрый вечер добрый вечер Михаил как вас зовут вопрос у меня такой про детей это нет ребенок которому пять лет я ему даю достаточно много свободы вплоть до того что он у меня ходит гулять один да ладно 5 лет один гулять ходит ну мы живем в таком специфическом месте то есть он не в соседнюю комнату выходит гулять один а прямо на улицу прямо на улицу как все мы выходили в наше детство в 90 гулять от него 5 лет нет это перебор не думаю что я не помню когда мне было пять лет и боишься бы они вряд ли бы выпустили в 5 лет одного в 7 уже до гулял но не в 5 так вы рассказываете дальше вот вопрос собственно нормально ли что ребенок честно говоря клау вообще на мнение окружающих совсем не просто нормально идеально у меня дочь родная и вообще нет авторитетов это очень смешно выглядит но а у меня были всегда авторитетом жизни но теперь когда я вылечился я ее стал понимать у меня тоже нет авторитетов то есть не чек там или нравится не нравится уважаю не уважаю есть какие-то кумиры в том смысле что я внутренне считаю что они мне кумиры это вообще говорят на заводе неформальные лидеры так вот я считаю это прекрасно когда чек сам по себе но это в принципе да просто знаете какие пики у меня педагогические вопросы возникают из оперы ребенок не слушается педагога в детском саду наверное проблема педагога что он не смог поставить не слушаться и не иметь авторитет на ни одно и то же потому что если какие-то разумные рамки да там мы идем есть я есть не хочу я понимаю что ты не хочешь есть туда как все остальные едят нет никого тебя тут пасти сиди за столом не ешь но сиди чтобы я тебя видел то что ты не можешь гулять потому что я за тебя отвечаю а другой воспитательницы у меня нету который будет тебя выпасывать отдельно вот такая логика понимаете да а так не хочешь не ешь какие-то нормы вежливого поведения в обществе знаете как говорят вы знали по-людски мы с вами по-человечески когда работал школе у нас была такая история учителя возмущались что дети с ними не здороваются а я говорю слушать а вы че с ними здоровайтесь что ли они говорят но они дети они обязаны первые здороваться и горы может быть вы и правы но чтобы они научились здороваться первым надо подать пример так вот снобизм учителей и взрослых таков что непонятно кто должен детей научить здороваться первыми только крик крича на них типа то почему не здороваешься скотина я твоя учительница нет когда они приходят школу учителям говорят здравствуй петя этот петя уже через неделю будет здрасте мария ивановна понимаете да как это работает все давно женщина уже не на проводе не на связи даже до нас был такой случай я отдал свою дочь и было лет наверное не знаю 5-6 лет 7 может быть немного религиозный на 4 доиски детский сайт ну такой и под между лагерем и садов естественно них с утра молитвы она выходят как вы любите которых это авторитет она выходила перед строем и говорила дети вы не обязаны молиться если вы не хотите в бога я тут же позвонил заведующий сказал так заберите пожалуйста свою ребенку нам тут все портит вот мария 30 лет и жестко очень за и шапели окружающих все время стремлюсь понравиться окружающим коллегам а все потом отрываясь с мужем скандале детей калачу плохо плохо что колодите марии штук слова калачу пишите с буквы и лучше все-таки с буквой у мне кажется был бы правильно теперь давайте разберемся мария чем не спрашивает просто я хочу рассказать желание понравится вот зависимость от обменения окружающих напрямую связано желанием понравится вот вы знаете есть такое нарциссическое расстройство все думают почему-то таши ними не психология ли все что это прямо чек там влюблен в себя все прямо наоборот вот себя вообще не воспринимает у нее самооценка ниже некуда уже но за счет того что он живет обожание масс он на их мнение держится вот такие люди они всегда хотят нравятся они хотят любой ценой завоевать любовь окружающих они не говорят людям нет они все время смотрят всем глаза вот иногда я очень часто раньше ел такой есть ресторан закрытым помощь оси центральному литераторов такой актерский клуб закрытый вот заходишь и актеры прямо те в глаза смотрят потому что они хотят понять ты их узнал первое но естественно поздоровайся скотина если ты узнал не надо вот так вот морда кирпичом делает а кого-то проходишь ты здороваясь у них трагедия и что не узнали что ли они часто садятся у входа и жаду ловят глаза те кто приходит добрый вечер алло здравствуйте здравствуйте меня зовут евгений мне 30 лет я из москвы да я в вашем описание вот как не надо себя вести с детьми узнала себя в качестве ребенка то есть меня родители наоборот не опекали но все за меня решали что я буду есть на завтрак иногда применением физической силы что я буду носить там вот это практично я говорю а мне вот это нравится нет это непрактично это вот не пойдет или вообще за обратно до наш и вот сейчас я выросла я понимаю эту проблему и я не могу сказать что я сильно завешу от мнения окружающих но я до сих пор завешу от мнения своей матери который все не нравится что я готовлю но когда она там пусть приезжает или я там приезжаю и что-то приготовлю что я ей дарю что я делаю правильное дело неправильное дело и все это на фоне конкуренции старшим братом которого но она любит больше я понимаю проблему но я не понимаю как мне с ней справиться я говорю себе что я приму эту ситуацию я не могу я принял передать ситуацию что такое ваше понимание принять такую ситуацию объясни как ну просто понять раз и навсегда что я не буду конкурировать братом за ее внимание не буду с ней советоваться знаете пока вы пока вы считаете что она любит брата больше у вас вы все время доходится в этой истории понимаете или не очень нет вы сейчас не про маму мы сейчас про вас говорим еще раз медленно ваша проблема в том что вы считаете главные причины вашего поведения не то что мама вас заставляла что-то покупать и есть а потому что вы считаете что любит брата больше как только перестаньте думаешь она любит брата больше вас отпустит это первое второе вы можете ничего не готовить ничего не даритесь и не нравится зачем так подрывать мне нравится мам а где подарок мам зачем тоже все не нравится отчеты не мне не приготовишь нет в чем проблема я понимаю что вы говорите да но это будет конфликт ну как просто мне сказать что она его не любит больше я думаю что в ответ она вас любит одинаково просто вы старше или младше я младше вот вам кажется что брату отношения лучше у нас я просто люби заканчивается когда вы так думать не будете вам все равно будешь то говорит мама а правильно не нравится не ешь но не дарите подарки не готовьте все будет хорошо потому что вы сами туда лезете вам горит мне не нравится вы и опять готовите мне это не понравилось подарки вы и опять подарки покупаете и все-таки потому что вы думаете что брат она любит больше я думаю что это не так но многие дети почему-то так считает после перерывчика мы вернемся к этому разговору правильная мама я замерз нет и проголодался спасибо мы сегодня обсуждаем зависимость от меня окружающих телефон у нас не работает по этой причине вы пишете смс нам или просто сообщение или если вы хотите поговорить по телефону оставлять свой номер телефона александр перезвонит у нас есть до звоночек здрасте добрый вечер как вас зовут наталья она прекрасно недавно был ведра раков но второе ведро с уже не смог съесть об этом вот мне 56 лет я ем раков примерно лет 48 я думаю что я знаю все пока не попал в город ростов-на-дону когда я попал в город ростов-на-дону я вдруг выяснил что у раков не туловище отрывают а сначала панцирь где голова это для откровения было уже ты пара к же не космический корабль правильно там не так все сложно это наши понятия не имел какого едят дальше у нее печень находится около головы но что самое интересное не находится икра когда она щелкала головы когда она уже под хвостом и есть невозможно я стал отличать самок от самцов я раньше понятия не имел по виду задница теперь я понимаю где и но это еще не все оказывается на этих на панцире который где голова там еще есть тонкий слой жира который скажем это тоже едят у меня про вторая жизнь началась я на радость и взял прямо два ведра одно съел на второе уже не потянул ростов и поезд раков у меня бывший супруг занимается грузоперевозками он говорит он едет часто на москву и говорит о том что надо говорит в москву обязательно привезти раков меня это остановил дпс и говорит привезите на мрак в москве есть это другие вообще раки в мире есть только двух видов правильные это донские севанские носила это вообще в армении находится ближайшую это конечно ростов а то что в москве я кстати вчера его раков это вообще не то но мы не овак дальше хочу сказать мне очень режет слух всем слова раковые александр раков это что вы подумали это как кафе на раков дают но я бы заменил чтобы типа лангустинная какая-нибудь креточная мы поехали ваш вопрос смотрите как бы у меня 14 лет и он очень увлекается политикой смотрит нет я не видно я выслушиваю комментирую как бы надо высказывать во мне не надо салаша не надо говорю что можно поставить их в покое вот я даже не знаю как в этом случае бы ждет выборы без воробедный малыш послушайте вам это нравится слушать это по про политику нет и потому что я никакого отношения к этому не расскажите его сынок суждать нас не совсем по теме разговор я не хочу мне то интересно это все женщины редко любит про политику поговорить поэтому просто это мама это неблагодарные уши если интересно одни парня вот такого же подростка или как вот мужчина и с ним разговаривай женщина как правило не интересуется политикой добрый вечер как избавиться от меня окружающих обрести уверенность себе благодарю мне прям так лекция называлась как из нет как избавиться от низкой самооценки обрести уверенность себе вот так она называлась это очень взаимосвязанные вещи друзья мои подумайте сами чем выше вас самооценка тем меньше вас интересует ну не других людей теперь спросите себя а почему вообще важно менее других людей вы считаете что вы глупее чем они вы считаете что они умнее вас и еще такая деталь но люди бывают разные есть родственники есть друзья коллеги по работе а еще отдельная песня это зависимость от мнения начальства например какой вы работник хороший или плохой какой вы исполнитель и так далее вот здесь вступает в так сказать в в такую значимую достаточно для человека вещь вступает и вот ну как сказать его мысль о том что он зависит от начальника начальник принципе этого кормилиц что начальник это вообще вот тот господь бог который прямо на земле прямо вот в этом кабинете рядом сидит потому что если начальнику нравится как он работает этот человек он будет работать дети будут и есть будет суды за квартиру выплачиваться и так далее если начальник считает что мнение начальных таскать негативные то мир рушится работа нет все голодают друзья мои я еще в восьмом классе когда учился я читал вы не поверите карла маркса том капитал но врать не буду где-то на сороковой странице меня стало тошнить и укачивать но я ходил прямо по школе с кирпичом виде тома капитала всем рассказал что я его зная что я оттуда успел сороковой странице вынести вот это вот знаменитая история прибавочной стоимости abc говоря по-русски те кто вы у то из вас зависит от меня начальство помните вот что на а тот рубль который вы приносите вашему начальнику не знаю компании какой-то структуре частный для государственной вы лично уносите 10 копеек лучшем случае то есть рубля 90 копеек вы зарабатываете для руководства и только 10 копеек там ваша поэтому кто кому больше нужен и кто в ком более уверен это очень относительный вопрос вам кажется что вас облагодетельствовали привели вас на эту работу и такого просто золото больше не будет и вы боитесь и вам важно мнение начальника по любому поводу и вы трясетесь и переделываете переспрашиваете и так далее а он думает вот что такой человек а работает за копейки деньги не приносит миллионы ни на что не ропщит всем доволен мечтанчик не дай бог он от меня уйдет куда-нибудь подумайте об этом на досуге добрый вечер михаил очень зависел от меня окружающих потом развелась обратилась психолога подняла самооценкой довольны жизни спасибо психологам вопрос как реагировать а это видимо наталья была кстати если сына 4 цвета зависит от скобочках навального да никак не реагировать не на сына не мало войну добрый вечер добраться здрасьте завод вот мне александр я у меня вопрос по поводу моей супруги она очень сильно зависит от мнения мамы своей ходе 30 лет мне 32 и очень много разговоров семьи у нас про то право отношения мамы к дочке смысле про таши но как мама ну ее мама опозь от ней то есть как она иногда достает там какими-то жена жалуется на маму или жена да 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 так вот как мне и помочь чтобы супруга но не зависел от места или было бы как бы все равно что там мама вы можете провести то что супругу ваша расстраивает из того чтобы его делает или говорит миллион вещей но например ну там не на воспитание детей на моему давай к примерчик конкретный когда сложно сейчас вспомнить а жена ваша рядом нет жаль какой-то пример такой чтобы время много на это не теряли просто короткий пример живой и свежим что-нибудь так но это касается в принципе разных областей любой давайте расскажу супруга например то что не работает на пример не нравится маме ей то что они работают и вот типа хочется карьерный рост был и и жена как бы расстраивается когда мама и делает замечание да ну да без мама если я вас захочу спросить вы первым об этом узнаете что будет дальше Скажем, еще у супруга моей просто нет, не хочет ей на конфликт идти То есть, в принципе, ей не нравится много что И она даже бесит, иногда как бы так зло что-то выскажет, что даже мама обидится на какую-нибудь тему Но в целом все-таки ей не хочется прям провоцировать ее идти на конфликт Вы знаете, я тут вот что хочу объяснить Проблема заключается в следующем Пока ваша жена не поставит, я по-другому не могу выразиться Вашу маму, то есть, свою маму на место Она не повзрослеет Она будет маленькой пятилетней девочкой Которая страдает от маминой критики А она не пятилетняя девочка, а взрослый человек К сожалению, без конфликта это не обойдется Но для того, чтобы перестать реагировать на мамины выпады, критику и все остальное К чему у нее уже психика просто сформирована с детства И надо сказать, мама, я вас очень люблю Прямо как родную Но чтобы нам нормально общаться Вы не будете говорить Вот это, вот это, вот это Почему мне это неприятно Мама, конечно, может сказать Как ты с дочерью, как ты с матерью разговариваешь Можешь сплакнуть, может кричать, начать Если дочь, если ваша жена проявит выдержку и силу воли То мама вынуждена будет подчиниться И дочь будет делать следующим образом Они разговаривают Мама пытается слиться опять в этот никому не нужный разговор Дочь говорит, мама, целую пока Давай в другой раз поговорим И кладет трубку Ты как с матерью, ты что так? Мама, когда ты, знаешь, с детьми разговаривают такими нервными Говорит, успокойся и сразу мы с тобой решим вопросы Пока ты рыдаешь и кричишь, мы с тобой не будем ничего обсуждать И через вот, по моему опыту, это два месяца примерно займет Мама будет у нас шелковая, любимая, комфортная Дочка будет целовать Почему? Потому что у нее дочка выросла Дочка стала взрослым человеком С ней можно говорить на равных А пока это детский сад, в который ваша дочка играет Тьфу, простите Ваша жена играет со своей мамой Изображая пятилетнего ребенка И боится, к тому же, с мамой поссориться Это будет до тех пор длиться, пока она не повзрослеет И мы сейчас говорим не о маме Добрый вечер Добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Алина Алина, рассказывайте Ну, у меня 29 лет, если это важно Важно, ты же по голосу 17 Спасибо Выдвижу тоже хорошо Но у меня все отношения развиваются, поэтому это может сценарию То есть, изначально мне человек как бы безразличен Я просто встречаю мужчину А потом, если я ему начинаю нравиться Алина, сразу вопрос Сразу вопрос Это имеет отношение к нашей теме? Ну, да, конечно Рассказывайте дальше Ну, то есть, мне человек безразличен Но как только я чувствую, что с его стороны появляется симпатия Он мне тоже начинает быть симпатичным То есть, я покупаюсь на его отношение ко мне То есть, когда вы нравитесь кому-то Вы как бы что, из благодарности, что ли? В чем тут дело? Ну, меня сразу просто начинает тянуть к человеку Потому что я ему нравлюсь Хорошо, а бывает, когда лапчик сам по себе нравится первый Он еще рот открыть не успел А вам он уже понравился Нет, такое редко бывает Но бывало хоть раз в жизни? Нет, я такого не припомню Ну, в школе учились? Ну, да А вам мальчики нравились в школе? Да, но там была такая история Что мне мальчик понравился А, востокол, я ему понравилась Там все наоборот Сучила, что он мне разонравился Подождите Он вам понравился первый, да? То есть, вы на него обратили внимание До того, как вы вообще узнали, как он к вам относится Я правильно вас понял? Да Были такие случаи после школы В 18-20 лет Когда вам какие-то парни нравились И вы не знаете, как они к вам относятся Но они вам уже нравятся Ну, да Может быть, очень редко Вообще, если вы хотите быть сильным человеком Сильные люди всегда выбирают сами Понимаете? А вот дальше Вы очень правильно говорите У здоровых людей это должно быть взаимно Если вам нравится мужчина А вы ему не нравитесь И он продолжает вам нравиться Это Это невротично А вот если вы ему тоже нравитесь Это и есть взаимная любовь И прекрасные отношения Понимаете? Ну, да Что должно поменять Ваши... Люди вырывались Из этого круга Когда вот покупаешь На симпатию Может, я не знаю Все, что в детстве Недолюбили Вы знаете, я не фанат Психоанализа и детства Я вам предлагаю другое Я предлагаю выбирать вам самой Вы говорите на самом деле Тоже правильные вещи Потому что человек должен сам выбирать И выбирать тех людей Которые мне нравятся Ну, выбирать должны вы А вы говорите Вот я не знаю Как к мужчине относиться Мне не нравится Начинает проявлять Ко мне интерес Я ему нравлюсь И тут же он мне начинает нравиться У меня все устраивает Кроме того, что вы изначально Вам не нравится Давайте начните с себя Скажите себе Я тут буду выбирать Кто нравится И мы сейчас уже ходим на перерывчик И опять после него Вернемся к разговору В зависимости от меня окружающих Вот вопрос А полный игнор мнения окружающих Это нормально Делает то, что хочет Делает только то, что хочет Договаривается Тяжело Объяснение в одну уху Влетает, в другую улетает Продолжает делать то, что хочет Слушается Только если умеет Спадать минимум старшего Жестко Бывая редко Только если опасно Но это Яна из Казани Яна не пишет Про кого она говорит То ли про ребенка То ли про мужа То ли про отца То ли про маму Непонятно Игнорирует мнение окружающих В каком смысле? Если вы человек адекватный И вменяемый То, конечно, вы Приходите, например, к врачу И спрашиваете его мнение По поводу своей болезни Вы же не псих Который вообще ни у кого Ничего не спрашивает Потому что сам все знает А если окружающий Навязывает человеку свое мнение Он их должен Нагнорировать То, что он их не просит Он их не спрашивает Вот вы меряете Платье в магазине А продавщица говорит Вы знаете А плохо на вас сидит Спасибо, дорогая моя И дальше принимайте решение Сами Или можешь сказать Спасибо Я как-нибудь Сама пешком постою Если нужно будет Я спрошу То есть Здесь надо самой Попытаться Научиться Принимать решения Не опираясь На мнение других людей Михаил Постоянно пытаюсь Какие-то мелочи Как-то по мелочи Помочь людям Дарость Они не просят Например На контрольной школе Могу предложить Однокласснику Это нам ребенок Пишет Кате 17 лет Да Помочь заданиям Если видишь Что он не справляется Мне нравится Когда моё усилие Действительно приносит пользу Но иногда это становится Причиной стресса Нужно помочь И точка Что это В зависимости от чужого мнения Желание понравится Или какой-то внутренний Этруизм Как потребность Вот Катя как Капнула А Катенька Не знаю Что это Но просто Завязывайте Предлагать Людям помощь Если они вас Об этом не просят Это еще Хазанов Шутил Шел старушку Через дорогу Перевел А я нужен был Вообще В другую сторону А не надо Людям Навязывать Свою помощь Когда они вас Об этом не просят Более того Нас слушают Многие родители Которые тоже Должны брать Себя в руки И не стараться За детей Все делать Если ребенок Вас об этом Не просит Делать ли он уроки Учится ли он Кататься на самокате Или велосипеде Пытается ли он Сам ходить Не знаю Он может попросить Если он не просит Не надо вместо него За него Это делать Михаил Приветствую Мне нравится Чек Пишет Позвоните мне Пожалуйста И не телефона Как сказал Бендер Старушка Мама будет рада Но адреса не оставил Михаил Приветствую Меня В зависимости от Меня окружающих Причина известна Крайне низкая Самооценка Настолько Что сложно Выкарабливаться Самому Что идет Из детства Чтобы все это Делать Кому идти Психотерапевт Антон спрашивает Но вы можете Подти к психологу Психотерапевт Это уже Думаю перебор Что делать Первое А то у нас Программа Медленно катится К завершению А я еще Не дал Никаких Практических Советов Даю Друзья мои Первое Дорогие Женщины Возьмите В качестве Эксперимента Встаньте Утром Вот как Вы в постели Лежали В ночной Рубашке В пижаме Я не знаю Нечесаные Не подходя К зеркалу Не накрашенные Сверху Накиньте Пальто И идите За хлебом Вы должны Прямо тащиться От того Что на вас Смотрят Я не знаю Ржут Пальцем Показывает Чем больше Вы будете Независимы В этой ситуации Тем выше Будет Ваша Самооценка Дорогие Мужчины И женщины Работающие На разных Работах Не ходите К начальнику И не спрашивайте Хорошо Ли вы сделали Или плохо В конце концов Если хорошо То вы получите Деньги В виде зарплаты Если плохо Вам об этом Тоже скажут Не надо Бежать Впереди Паровоза Пусть сам начальник Скажет Что его Что-то Не устраивает Спрашивает детей Что было в школе Как Какие оценки Сделали уроки Пусть ребенок Сам начинает Учиться Принимать Свои решения Дети Перестаньте Бегать к родителям По каждому поводу Попробуйте Сначала Что-то сами Сделать Что-то решить Но только В крайнем случае Если вы не понимаете У вас не получается Вы не знаете Как Но тогда К родителям И то не про все А только про то Локальное Что конкретно Вы не можете сделать Люди дорогие Перестаньте Вообще Спрашивать Например Продавцов В магазине Идет вам Не идет Сидит Не сидит Попробуйте Свое мнение Уже Для этого Нужно просто Закрыть свой рот Смотреть на себя В зеркало Прямо хоть До закрытия Магазина И ждать Когда вы Что-то почувствуете Вы начнете Доверять своему мнению Вы доверяете Доверять тому Хорошо это Или плохо У вас Другая жизнь Начнется Вы знаете Какое это счастье Когда вы все знаете Когда знаете про себя Я не знаю Правильно это или неправильно Это кстати не важно Важно что у вас Высокая самооценка Вы в себе уверены И все у вас хорошо И вам не нужны Другие люди Вместо костылей Чтобы они вас поддерживали В том момент Когда вы не знаете Правильно ли вы поступаете Или нет Научитесь Доверять своим желаниям Научитесь понимать Свои желания И все у вас будет хорошо Пока